Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Панау Семьвекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. Стратегическое партнерство. Узбекистан и Казахстан совместно реализуют инвестиционные проекты на территории Алматинской области. Все под контролем. Проверки состояния автодорог Алматинской области помогли выявить 130 нарушений в работах по их содержанию. Газуем. В Карасайском районе более 10 многоквартирных домов подключат к централизованному отоплению. Павлодарская область вошла в красную зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Это вторая область после Восточно-Казахстанской, находящаяся в данной зоне. В Желтой – Западноказахстанская, Костанайская, Акмолинская и Североказахстанская области. Об этом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на правительственном селекторном совещании под председательством премьера министра Аскара Мамина. По словам ответственных лиц, во всех регионах страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19. На сегодня репродуктивность вируса составляет 1,2%. Заполняемость инфекционных коек – 21%. Реанимационных коек – 17%. В ходе заседания Аскар Мамин поручил обеспечить полную готовность всех медицинских служб на центральном и региональном уровне к возможному росту заболеваемости. На постоянной основе вести разъяснительную работу с населением по соблюдению ограничительных мер. Министерству внутренних дел поручено усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса ограничительных и карантинных мер. В связи с поручениями главы Кабмина Акима Матинской области Амандык Баталов поручил ответственным лицам держать эпидемиологическую ситуацию на жестком контроле. Руководством легиона будут предприняты все меры для недопущения распространения коронавируса и летальных исходов от этого недуга. Перспективы сотрудничества. Вопросы взаимовыгодных отношений обсудили сегодня Акима Матинской области и чрезвычайный и полномочный посол республики Узбекистан в Казахстане Саиди Крам Ниас Ходжаев. Сегодня между двумя странами налажено сотрудничество по многим направлениям. В ближайшее время в Узбекистане и Казахстане будет реализовано 22 инвестиционных проекта. Учитывая потенциал Матинской области, посол Узбекистана предложил наладить более тесные связи. К примеру, построить на территории Алматинской области производство по сборке сельхозтехники, оказать содействие в прямых поставках из Узбекистана ранних фруктов и овощей, а также рассмотреть вопросы и предоставления в край ЖТСУ на сезонные работы трудовых ресурсов по требующимся специальностям. В свою очередь, гости попросили оказать содействие с транзитом товаров через восточные ворота МЦПС «Харгос». Без внимания не остался и вопрос налаживания культурных связей. Такое сотрудничество, по мнению обеих сторон, будет взаимовыгодным и плодотворным. Мы хотим еще более, чтобы наше интересное сотрудничество пошло, чтобы мы реализовывали инвестиционные проекты как на территории Узбекистана, так и на территории Казахстана и вошли единым целым в экономическую, в общем, производственную цепочку, чтобы мы могли уже экспортировать продукцию в третьи страны. У нас много тоже вот таких индустриальных зон возле Алматы. Потом вы ориентируетесь на то, чтобы именно вам удобно было экспортировать в Китае огромный рынок. Вам надо через Казахстан. У нас есть СЭС «Харгос» в Восточной Волоне, свободная экономическая зона. Там надо, там россияне взяли участок, китайцы сами строили. Давайте мы вам там представим участок земли. Пусть ваши мощные какие-то производители, которые экспортируют в Китай, там построят. Могут и производство, могут и складские помещения, логистику. Могут и такой этот как хаб, как перевалочную базу. Алматинская область в числе лидеров по реализации президентской концепции «Слышащие государства». В частности, ЖТСУ занимает передовые позиции по открытию сервисных акиматов и созданию офисов в Open Space формате. Об этом заявили члены Республиканского информационно-просветительского штаба антикоррупционной службы. Делегация из столицы прибыла с рабочей поездкой в Алматинскую область. В рамках визита члены Республиканского штаба встретились с главой ЖТСУ Амандыком Баталовым. Участники встречи обсудили нововведения в работе по противодействию коррупции. Подробнее о них расскажет Ануара Мангельдинов. Открытый, прозрачный и доступный – именно таковым должен быть госаппарат. С целью реформирования работы местных исполнительных органов президентом страны была выдвинута концепция «Слышащее государство». В рамках её реализации по всей республике открываются сервисные акиматы и офисы формата Open Space. Максимально продуктивно в этом направлении работает Алматинская область. Представители Республиканской антикоррупционной службы высоко оценили проводимые в регионе мероприятия. По итогам 9 месяцев Алматинская область – одна из лидирующих регионов нашей страны по переходу сервисной модели управления, в том числе по открытию сервисных акиматов, а также по переходу на Open Space формат, а также Front Office. Всё это делается для того, чтобы максимально открытым пространство оказывать государственные услуги, в том числе электронные. В этой связи хочется также отметить значимую роль общую работу, которая проводится в Акиматом области совместно с нашим территориальным департаментом. На сегодняшний день в Алматинской области открыты 16 сервисных акиматов и создано 320 офисов открытого типа. Лидерство регион занимает не только по количеству объектов, но и качеству их работы. Во всех помещениях и зданиях созданы комфортные условия для специалистов, оказывающих услуги и получателей. Особая поддержка бизнесу. В целях привлечения частного капиталовложения руководством области создан региональный фронт-офис по сопровождению инвесторов. Сейчас даже нашим фронт-офисом, который в Алмате мы построили, просят временами проводить городской акимат в Алматинске. Кто видел, я знал, там галп, мы его уникально сделали. Даже иностранцы, когда приезжают, видят наш фронт-офис, наш разговор открытый. Чтобы государственные органы были еще более открыты и прозрачны, антикоррупционная служба внедряет новые проекты. Один из таких – интерактивная карта открытых бюджетов. В ней каждый житель страны может видеть, как и на что расходуются средства. Эту инициативу глава ЖИТСУ высоко оценил и поручил уполномоченным лицам внести данные о бюджете Алматинской области. Выставляйте, что до конца года это 100% ЖИТСУ. Чтобы люди могли доступны. Мы же ничего не скрываем. Дайте его в интернет, выложите. Пусть каждый знает. 99% бюджета – это социальная направленность. В ходе визитов в Талдукурган члены Республиканского информационного просветительского штаба антикоррупционной службы также посетили областной департамент государственных доходов. Работа госоргана должна быть также максимально прозрачной. Соответственно, на это обратили внимание представители делегации. Следующей точкой рабочей поездки стал город Капшигай. Ануар Аман Гильдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖИТСУ. 133 нарушения по состоянию автодорог выявлены в результате 141 проверки в Алматинской области с начала года. Таковы результаты проведенного мониторинга при содействии антикоррупционной службы и департамента полиции области. В прошлом году по причине ненадлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период совершено 26 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 4 человека. 54 получили ранения. Эти и другие вопросы обсуждались на селекторном совещании под председательством заместителя Акима Алматинской области. Во избежание повтора печальной статистики Женин Стюяков поручил представителям Казавтожол исправить имеющиеся недочеты по состоянию автомобильных дорог, акцентируя внимание на том, что сделать это нужно до наступления холодов. Возмущение жителей относительно автомобильных дорог до сих пор не утихло. Это действительно проблема, поскольку качественные дороги обеспечивают безопасное передвижение. Нельзя к этому вопросу относиться несерьезно. 140 делегатов территориальных партийных организаций избрали для голосования в областных выборах мажориста парламента Республики Казахстан. Они стартуют 16 ноября. Однако выдвинуть свою кандидатуру смогут только участники, прошедшие все этапы голосования. Первоначальный на районные и городские конференции прошел уже накануне в формате онлайн. Участие в голосовании приняли свыше 100 первичных партийных организаций. Некоторые из них – Достых, Шатербай и Коктал. Решение принималось большинством голосов присутствующих однопартийцев. Аналогичным методом пройдет и следующая стадия голосования. Но избирать делегатов будут уже в масштабе области. Проследить ход внутри партийных выборов можно будет в онлайн-трансляции через Инстаграм и Фейсбук. Кандидаты, прошедшие первоначальный избирательный процесс, примут участие в 30-й конференции городского филиала партии «Нур-Отан». В качестве делегатов они будут голосовать и участвовать в обсуждении вопросов на повестке дня. Дом культуры села Карабугет Сарканского района, построенный около полувека назад, обретет новую жизнь. Уже близится к завершению капитальный ремонт здания, улучшению инфраструктуры сельских объектов и созданию новых рабочих мест способствует уникальная государственная программа «Дорожная карта занятости». В ее рамках в регионе приведут в порядок 54 объекта. Ровно 36 лет не обновлялся сельский дом культуры. Жители Карабугета были вынуждены обходиться без него. Все мероприятия проходили в школе аула. Для открытия различных кружков не было специально отведенного места. «Молодым сельчанам было очень тяжело. Они не знали, чем заняться в свободное время. Досуг они проводили кто как мог. И вот теперь концерты и другие культурные мероприятия можно проводить здесь. Есть место для проведения репетиций и вообще для выявления талантливой молодежи и развития их способностей. Мы очень рады». На капитальный ремонт Дома культуры из областного бюджета были выделены финансовые средства в размере 260 миллионов тенге. Как утверждают генподрядчики, к середине ноября Дом культуры на 220 мест будет готов распахнуть свои двери. «Через управление культурой мы предложение отправили свое. Если поддержат, выделится один из штатных единиц. Мы планируем при Доме культуры организовать пять кружков самодеятельности, в том числе хореографических, ажилеры ансамбля. Вот такие у нас планы есть. В данный момент проводится разработка проектно-смертной документации Дома культуры села Куктырек. Если на следующий год будет выделено средства, то мы тоже запланировали, что проведется капитальный ремонт». Финансовые средства, выделенные для района в рамках государственных антикризисных мер, позволили привести в порядок ряд дворов, многоэтажных домов и в городе Саркан. К этому дому ведет одна из главных улиц города. Еще недавно, весенний-осенний период, когда на улице грязь и слякоть, она превращалась в полосу препятствий. Но это уже в прошлом. В этом году удалось благоустроить прилегающую к дому территорию. Жителям дома особенно нравится детская площадка. «В 2015 году нам, молодым специалистам, дали квартиру по госпрограмме. Я работаю в школе имени Абая учителям. Когда сюда переехали, здесь не было ни рыка, ни двора и даже тепла не было. Сейчас здесь все есть. Все сделали. Чтобы детей своих как-то развлечь, мы ездили по городу и искали благоустроенные дворы. Ходили на школьную площадку. Теперь все это есть у нас во дворе. Очень довольны». «Я переехала сюда два года назад. Абсолютно не сравнить с сегодняшним состоянием. Все делается в лучшую сторону. Раньше здесь асфальта, брусчатки не было. Машины скорой помощи не могли сюда проехать. Дети наши вообще не хотят заходить в дом, поскольку им есть где играть. Мы благодарны». В целом в городе Саркан есть 24 многоэтажных жилых дома. В этом году в девяти из них благоустроили дворы. Остальные запланированы на следующий год. Так, государственная программа активно реализуется в районе. «В 2020 году через государственную программу «Дорожная карта занятости 2020» на Сарканский район были выделены 2,9 млрд тенге на ремонт 54 объектов. Из них 200 миллионов тенге были потрачены на благоустройство дворов многоэтажек. Через центры занятости были привлечены к работе 26 безработных». Так, «Дорожная карта занятости» стала одной из главных антикризисных мер государства в период пандемии. В проектах по модернизации и строительству объектов инфраструктуры, ЖКХ и благоустройству населенных пунктов были созданы новые рабочие места. Всего в 2020 году в рамках «Дорожной карты занятости» в республике реализуется порядка 7 тысяч таких проектов. Гульназ Мустафа, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. 10 многоквартирных домов подключат к централизованному отоплению до конца года в Карасайском районе. Сейчас ведется строительство трех плочно-модульных котельных в рамках программы «Дорожная карта занятости». По завершению проекта стабильным теплоснабжением будут обеспечены более 400 абонентов. Блочно-модульные котельные способны обеспечивать многоквартирные жилые дома одновременно теплом, вентиляцией и горячим водоснабжением. По словам районного управления жилищно-коммунальной инспекции, подобная система отопления безопасна, а автоматизация обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования вне зависимости от погодных условий. На первых порах одной такой котельной планируется охватить сразу четыре многоквартирных жилых дома по улице Толиби. На эти цели из областного бюджета было выделено порядка 15 миллионов тенге. На участке трудится порядка 25 рабочих. Помимо блочно-модульной котельной мы ведем работы по благоустройству двора. Объем работы большой. Предстоит еще установить освещение, мини-футбольное поле, детскую площадку. Работа активно ведется. Планируем завершить работу к концу текущего года. Также стоит отметить, что в соседнем Толгарском районе ведется строительство 11 блочно-модульных котельных. А это значит, диплом обеспечит 13 многоквартирных домов с более чем 600 абонентами. Аделя Кжаргенова, Аманжол Жангешев, телеканал «Читсу». Посевы лекарственных трав увеличиваются в Алматинской области. Отличный климат, плодородная почва и чистая земля с Арканского района позволяют заготовить фитосырье в большом количестве. В этом году товарищество «Азия Голд» впервые получило урожай корня валерианы. Выращивание валерианы – дело непростое. Растение требовательно к плодородию и влажности почвы. Поэтому к возделыванию лекарственной травы работники товарищества «Азия Голд» подошли очень тщательно. Придерживались формулы успеха – высадка рассады в теплице и правильная адаптация на поле. Кропотливый труд, научный подход вкупе с правильным уходом дали неплохой результат. «Это корень валерианы. Она очень полезна для сердца. После первых холодов выкапываем корень и собираем. Верхняя часть нам не нужна, поэтому её скашивают, а вот корень ценен. Здесь вся эта работа выполняется вручную». На фито-рынке СНГ сарканская компания работает давно. С 2010 года она поставляет лекарственное сырьё Германию и Польшу. В связи с расширением рынка сбыта увеличены и пассивные площади. На сегодня фитотравы, мята, ромашка, шиповник выращиваются более чем на 600 гектарах земли. По словам директора «Азия Голд» Алексея Коржикова, в наш век стрессов и возвращения фитопрепаратам продукция компании всегда будет востребована. «Это корень валерьяны, который мы в прошлом году первый раз посадили и сейчас получили результат. Ну, результатом я довольный. Дальше в производстве у нас ещё расторопша есть, есть подорожник песчаный. Эти все растения мы будем как бы изучать, испытывать. На сегодняшний день мы где-то порядка 600 тонн лекарственных растений получаем. Это всё идёт 100% экспорт. К сожалению, казахстанские компании небольшое количество покупают у нас, потому что они нету возможности переработать. И культура чаепития у нас другая в Казахстане, поэтому все пьют чай, а не лекарственные травы. Ну, тем не менее, мы никому не отказываем. Есть такие компании казахстанские. Это Кызылмай, ТЭС, Зерде. Это всё нашу продукцию они берут». В планах товарищества построить небольшой завод по производству фитопрепаратов в селе Харгалы Сарканского района, проектная стоимость которого порядка 450 миллионов тенге. Часть финансовых средств вложена из собственного фонда предприятия, а половину денег планирует выделить инвестор Мартин Байер Групп. С открытием завода будет создано 35 новых рабочих мест. Дым без огня. Сотрудники ДЧС и пожарной службы Алматинской области провели массовое учение Кыз-2020. В нём приняли участие одновременно около 40 спасателей и 10 единиц спецтехники. Целью общереспубликанских учений является повышение уровня готовности к чрезвычайным ситуациям в зимний период. Учения прошли на территории товарищества Текилийский энергокомплекс. По сигналу тревоги работники котельной начали незамедлительную эвакуацию. Ещё до её окончания на место уже прибыла первая группа пожарных спасателей. В рамках учений им предстояло потушить несколько источников пожара и спасти пострадавших. Пожарно-тактические учения решают множество задач. Они позволяют подготовить отделения и караулы к ведению боевых действий на пожарах, авариях и стихийных бедствиях. Они вырабатывают у личного состава самообладание, выдержку и психологическую устойчивость к работе в экстремальных условиях, а также навыки тактического мышления. Отработаны вопросы ликвидации пожара, взаимодействия с службами гражданской защиты города и территориальных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Результаты данного учения отработаны в полном объёме. Службы гражданской защиты готовы к выполнению поставленных задач по предназначению. Оценивается на хорошо. По итогам учений спасатели и пожарные получили высокую оценку. От наблюдавших за мероприятием руководителей сотрудники узнали сильные и слабые стороны проведённой тренировки. Аналогичные учения проводятся по всей территории Алматинской области. Достойная смена. Будущие военные лётчики получили сертификат об окончании курсов Алматинской области. Торжественная церемония вручения состоялась на территории Житагенского гарнизона. Вершины каких военных специальностей покорили выпускники, узнаем из материалов нашего коллеги. Этот день волнителен для каждого выпускника учебного центра. Полгода теории позади. Теперь только практика. Новоиспечённых специалистов направят в воинские части сил воздушной обороны, где им предстоит проходить дальнейшую воинскую службу. Уже совсем скоро они будут наты с современной авиационной техникой и вооружением войск противовоздушной обороны. За полгода молодые бойцы освоили такие специальности, как электроустановщик, оператор радиолокационных станций, зенитно-ракетных и радиотехнических войск и других. Но в первую очередь они научились самому главному – дисциплине. Решился я прийти в армию по причине, чтобы пойти по стопам отца. Он служит более 20 лет. Прибыл в армию, стал в строй. Прошёл по специальности оператора радиолокационной станции. Сдал итоговую оценку экзамена на «Отлично». Теперь хочу показать свои знания, обучение в боевых частях сил воздушной обороны в Акмолинской области. Пользуюсь случаем, хочу передать привет всем знакомым, родным, родителям, в частности отцу. Хочу сказать им, что я их не подведу. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы они гордились мною. Стоит отметить, ежегодно на базе воинской части 78-639 посёлка Жетоген проходит обучение порядка 600 военнослужащих срочной службы. Из них 260 специалистов противовоздушной обороны и 340 авиационных специалистов. Для их практической подготовки созданы 12 лабораторно-учебных классов. Рустам Аралбаев, телеканал Жетсу. При содействии пресс-службы Капшигайского гарнизона Министерства обороны Республики Казахстан. Тепло наших сердец. Под таким названием стартовала акция, направленная на создание и поддержание атмосферы взаимовыручки и тепла в сообществе людей с инвалидностью по зрению. В рамках акции члены сообщества сами становятся волонтерами, чтобы оказывать помощь друг другу. Поддержка затрагивает социальные, психологические и другие направления. Люди с инвалидностью помогают друг другу в организации различных мероприятий при получении государственных и медицинских услуг и обеспечивают сопровождение. Вместо привычного собрания большим числом людей, акция проводится небольшой компанией и на открытом воздухе, чтобы иметь возможность соблюдать предписанные саннормы. Организованы музыкальные и танцевальные шоу-программы. Особо активным участникам сообщества вручены благодарственные грамоты и подарки. Цель нашей акции – подарить тепло людям, которые работают в сообществе, развивают сообщество инвалидов, слепых и слабовидящих людей. Направлено это на то, чтобы подарить немножко тепла этим людям, частичку тепла, отблагодарить их, сказать огромное спасибо за то, что эти люди ежедневно сталкиваются с различными преградами, трудностями, проблемами в жизни. Но несмотря на свой недуг, они продолжают работать, они нашли себя в жизни, они развивают гражданское общество и свое сообщество инвалидов помогают друг другу. Спасибо Общественному фонду за оказываемую поддержку. Нам помогает трудоустроиться и внести свою лепту на благо общества. Отдельное спасибо за это мероприятие. В период пандемии, когда постоянно сидишь дома и не можешь развеяться, оно всем нам подняло настроение. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова